Его сегодня закроют, завтра будет уже работать только в Лапландии. Да вы что! Дорогие финны, сначала вы запретили нам въезд на автомобилях, теперь на велосипедах, но вы не оставляете нам выбор. Они считают, что они так справятся с нелегальной миграцией, то есть я прям вижу, как все нелегальные мигранты прут через пограничные пункты, а не лесами, полями. Друзья, всем привет! Горение на болотах российских. От них отгораживается Финляндия. Более того, концентрируют войска на границе и закрывают последний, последний пункт перехода, который до этого они еще оставляли в Лапландии, за полярным кругом. Но поняли, что нужно закрывать с этим Аркастаном все. Как на это реагируют, как муж Боброедки уже куда-то едет на танки, но правда, сидя в московской студии. Сейчас вы все это увидите, это того стоит. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте нажать кнопку лайк, комментируйте, шерьте. Это очень важно. Ну и, друзья, напоминаю, что мы продолжаем наш сбор на FPV-дроны. Присоединяйтесь, осталось совсем чуть-чуть. Ваш донат может стать, знаете, вишенкой на торте. Итак, начинаем. Финляндия продолжает свои правильные действия, потому что бы отгородиться от этого безумного Аркастана. Как мы уже с вами обсуждали, Финляндия закрыла большинство пунктов пропуска с Российской Федерацией, но оставляла рабочим один в Лапландии, за полярным кругом. Посмотрите, как красиво нужно было бы россиянам добраться из Петербурга в Хельсинки. Очень символичная фигура. Думаю, что вы тоже это находите. Но, друзья, и это уже россиянам не подвластно. Пока они еще ныли, что, значит, закрывают пункты поближе, без Лапландии, то Финляндия решила уже закрывать и Лапландию. Посмотрите, как ноют россияне. Как же так? Они за мир. Да что вы. Хочу остаться ночевать и уже завтра возвращаться. Но вы же знаете, что сегодня этот пункт закроют? Не сегодня. Сегодня. Мы только что разговаривали с пограничником. Его сегодня закроют. Завтра будет уже работать только в Лапландии. Да вы что! Это значит, я не посмотрела утром новости, потому что вчерашние новости, они сказали, что с пятницы на субботу в ночь закрытие границы. Скажите, пожалуйста, что вы вообще думаете обо всем этом? Это ужасно. Это ужасно. Мы только хотим мира, потому что больше всего страдает народ. Мы страдаем. Поэтому мира, мира и только мира между Финляндией и Россией. Нет одной стороны виновата. Как говорится, у ножа есть две стороны. Видите, какой плохой весь мир. Никто почему-то не любит Россию. Действительно, почему бы? С чего бы это? Совершенно непонятно. Ну, дальше Соловьев говорит. Что они делают? Ведь основание для такого решения Финляндии это то, что нелегальные мигранты массово появились на российско-финской границе. И откуда они появляются, там непонятно. Появляются мигранты из стран Африки, Азии. И, значит, прут, прут, прут. Но Соловьев говорит, так, ну что? Ну, там пару человек буквально. Ну, где вы? Посмотрите. Они считают, что они так справятся с нелегальной миграцией? То есть я прям вижу, как все нелегальные мигранты прут через пограничные пункты, а не лесами, полями. Вы знаете, вот этих так называемых нелегальных мигрантов очень мало, на самом деле. То есть я видел, там десятки, может быть, единичные даже были. Тут два человека, по-моему, вчера было. В любом случае, десятки или, может быть, пару сотен, 200-300, не больше. То есть это достаточно маленькие количества. Я же вам хочу показать этих пару человек. Это, посмотрите, на десятках велосипедов прут вот эти несчастные люди, которых Россия использует просто для того, чтобы издеваться над Финляндией. Посмотрите. Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Ну, конечно, да, слов нет. Знаете, это и смешно, но это вообще полное издевательство и над людьми, и полное пренебрежение к человеку. Ну, в принципе, для России свойственно в полной мере, и иначе они себя и не видят, и не ощущают. Ну, и усы Путина, Песков, кто же это решил прокомментировать, говорит, что какие-то излишние меры Финляндия принимает, а уже и войска стягивает, а тут уже не чувствуют угрозу. А, вот как, послушайте. Глава Польского бюро нацбезопасности, Яцек Севера, сообщил, что Польша направит военных для охраны границы Финляндии с Россией. Также по сообщениям финского телеканала Йоли, Евросоюз направил дополнительные войска на границу России с Финляндией. Страны Европы стягивают войска близ границы с Россией. Есть ли реальный риск эскалации конфликта, и как на это отреагировали в Кремле? Спасибо. Конфликта как такового нет. Во-первых, в Финляндии ничто и никто не угрожает. В данном случае это, конечно, избыточная абсолютно мера по обеспечению безопасности границ. Потому что там нет никакой угрозы. И в реальности нет никакой напряженности. Поэтому напряженность как раз может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе. Потому что финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу увеличение концентрации военных подразделений на наших границах. Поэтому это абсолютно не спровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений на российской границе. Вот так именно мы это и видим. Ну вот пока Песков рассказывает, что никому мы не грозим, и Финляндия зря стягивает войска границы с Россией, то муж Боброедки Симонян, Киасаян, тот вот прямо говорит, что на танках мы поедем в Финляндию. Ну да, но никто же не угрожает. Ну что вы, Киасаян просто так рассказывает. Посмотрите на придурка, поедет он. Ты доедь сначала, посмотрите. Вступление в НАТО, кажется, скружило голову горячим финским парням. Дорогие финны, сначала вы запретили нам въезд на автомобилях, теперь на велосипедах. Но вы не оставляете нам выбор. Ну в общем, пока мы ждем российские танковые колонны в Лапландии, за полярным кругом, вон там им и место. Там, думаю, что они даже просто не доедут до границы. Это тебе не на велосипеды крутить педаль, у них-то танки беспедальные пока. То, чтобы хоть как-то наказать Финляндию, у них есть новые инициативы, они решили переименовать Финский залив. Да, послушайте. Есть предложение вернуть ему название. Невский. 300 лет, ровно 300 лет. В 1723 году Петр I указом, учреждая, основывая Кронштадт, значит, назвал этот залив Кронштадтским. Ну вы можете еще что-нибудь переименовать. Можете, там, не знаю, водку Финляндию переименовать. Можете переименовать финскую баню. Какое-нибудь другое слово. Да только толку от этого ноль. Ничего вы сделать не можете, потому что Финляндия страна НАТО. И она от вас отгораживается. Говорит, пошли вон. Закрывает свою границу с вами. И вы можете только что-то там гавкать, а больше вы ни на что не способны. И скоро от вас отгородится окончательно весь мир. Ну, а вы там все будете внутри гнить. Ну, ваше дело. Друзья, держим строй. Поделитесь этим видео. И не забывайте на сбор на FPV-дроны. Потому что пока Финляндия может просто закрыть свои границы, нам приходится бить оккупанта на своей территории. А для этого нашим силам обороны нужна ваша помощь.